Уважаемая госпожа федеральный канцлер, уважаемый господин премьер-министр федеральной земли Нижняя Саксония, уважаемые дамы и господа, дорогие друзья. Я, прежде всего, хотел выразить признательность за приглашение России выступить в качестве главной стороны партнера знаменитой Ганноверской ярмарки, которая с успехом проводится уже более 60 лет. Видим в этом знак особого внимания, который уделяется в Германии, развитию взаимовыгодного двухстороннего сотрудничества. И, конечно, высокую оценку индустриального и научно-технического потенциала нашей страны. Россия уже участвовала в Ганноверской ярмарке с особым статусом. Это было, мы только что с госпожой федеральным канцлером вспоминали об этом, это было в 2005 году. За прошедшие 8 лет многое произошло и в мировой, и в российской экономике. Несмотря на глобальные неурядицы и финансовый кризис, наша страна сохранила позитивные тенденции в своем развитии. В прошлом году рост ВВП России составил 3,4%. У нас один из самых низких показателей безработицы – 5,5%. Умеренный размер госдолга – общий где-то в районе 10%, а иностранный долг – всего 2,5% ВВП. Стабильно высокий уровень золотовалютных резервов, что составляет хорошую основу для того, чтобы чувствовать себя уверенно. Увеличивается внешнеторговый оборот. В 2012 году он достиг 865 миллиардов долларов. В 2011 году был 845. Профицит торгового баланса составил в прошлом году 195 миллиардов долларов. Укрепляется наша финансовая система. Улучшается инвестиционный климат. Мы знаем о наших проблемах, но целенаправленно тагетируем все эти проблемы, в том числе и инфляцию, которая остается у нас пока еще высокой. В прошлом году она была где-то 6,2%, 6,3%. В этом году будет чуть побольше, мы знаем уже об этом. Но мы целенаправленно работаем над снижением инфляции. Будем действовать в этом направлении и дальше. И, надеюсь, не безуспешно. Кстати говоря, это самая низкая инфляция, показатель инфляции за последние 20 лет. Хорошие показатели демонстрируем и в социальной сфере, что тоже важно для экономического развития. Сейчас я только вот госпоже федеральному канцлеру сообщил, у нас самый высокий уровень рождаемости за последние 19 лет. Это тоже показатель настроения населения. Это отражается на всех сферах нашей жизни, в том числе и на производительности труда. И это, к сожалению, пока у нас проблема. Поэтому мы планируем существенно улучшить здесь ситуацию в ближайшие 5, 10, 15 лет. И в этой связи участие в таких мероприятиях, как Ганноверская выставка, ярмарка, где мы можем показать свои достижения, посмотреть на достижения наших немецких партнеров, пообщаться с коллегами из десятков других стран. Это очень важное мероприятие. Хотел бы отметить, что создаются и новые возможности для делового сотрудничества. Обеспечивает это, например, такие возможности предоставляет созданный недавно таможенный союз. Функционирует единое экономическое пространство между Россией, Белоруссией и Казахстаном. В этой связи, уважаемые дамы и господа, хотел бы подчеркнуть, что наши деловые партнеры из Германии смогут в полной мере воспользоваться всеми преимуществами такой интеграции. Емким рынком со 165 миллионным количеством потребителей. Свободой передвижения товаров, услуг и капиталов. Причем правовая база евразийской интеграции гармонизирована с нормами ВТО, полноправным участником которой Россия является с августа 2012 года. И в этой связи хотел бы еще раз выразить славу и благодарность нашим европейским партнерам, в том числе руководству Федеративной Республики Германии, за постоянную поддержку вступления России во Всемирную торговую организацию. А это означает, что зарубежные компании смогут работать по законам и по понятным им правилам на всем пространстве таможенного союза. Уважаемые дамы и господа, мировая и европейская экономики остаются, к сожалению, для нас всех нестабильными. Поэтому как никогда востребовано взаимное доверие и координация экономической политики разных стран. Укрепление прямого диалога между деловыми кругами. Отрадно, что Россия и Германия все эти годы действовали именно так, именно в такой партнерской логике. И потому добились весомых результатов. В прошлом году двухсторонний товарооборот достиг рекордной отметки в 74 миллиарда долларов. Убежден, что нам по силам выйти на рубеж в 100 миллиардов долларов уже в самое ближайшее время. В России работают более 6 тысяч немецких компаний. Объем накопленных германских инвестиций составляет около 25 миллиардов долларов. Это очень хороший показатель. Расширяется присутствие и российского капитала в германской экономике. Только за прошлый год в немецкую экономику наши предприятия вложили 4,4 миллиарда долларов. Углубляются российско-немецкие гуманитарные, культурные, образовательные и молодежные обмены. Есть большой ресурс для развития межрегиональных связей. Я хотел бы отметить, уважаемые дамы и господа, что это не просто слова. За этими цифрами благополучие миллионов людей в наших странах. Только с прямым производством товаров, которые реализуются на российском рынке, либо в рамках совместных предприятий, в Германии так или иначе связано 700 тысяч рабочих мест. В 2012-2013 годах Россия и Германия успешно реализуют программы перекрестных годов под символом и девизом «Вместе строим будущее». Одним из важнейших мероприятий российско-германских годов является наша масштабная экспозиция, развернутая здесь, на Ганноверской ярмарке. Это дало нам возможность представить сегодняшний и завтрашний день российской промышленности и науки, подтвердить настрой на тесную совместную работу с немецкими и другими партнерами. В Ганновер приехали руководители 160 российских компаний и научно-исследовательских объединений. Представлено большинство секторов экономики – от тэка и машиностроения до наноиндустрии и биотехнологий. Серьезный интерес к участию в ярмарке проявили российские регионы. Опыт взаимодействия с Германией со всей убедительностью показывает, что именно межрегиональное сотрудничество является эффективным механизмом развития двухсторонних связей. Партнерские отношения поддерживают 23 российских региона и 14 земель ФРГ. Убежден, участие России как главной стороны партнера ярмарки даст хороший, мощный импульс к дальнейшему углублению контактов между российскими и германскими предприятиями. Простимулирует запуск новых перспективных совместных проектов. И хочу вновь подчеркнуть, уважаемые дамы и господа, Россия открыта для взаимовыгодного сотрудничества. Работая вместе, мы обязательно добьемся новых успехов. Благодарю вас за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова